МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Первый вопрос. Какие профессии устаревают прямо сейчас и кому вот сейчас необходимо уже побеспокоиться о поиске нового места работы? Добрый день. Конечно, тема суперактуальна. Почему? Потому что последние пять лет очень мощно выбывают профессии. Если раньше там выбывало примерно 1-2%, а примерно за 10-15 лет, то у нас ежегодно сейчас вот эти 1-2% выбывают уже ежегодно. Поэтому, конечно же, это большая проблема, это большая тема, потому что все мы хотим стабильности, все мы хотим работать и работать и развиваться там, где а вот раз только, и получается, что роботы могут заменить человека. Владимир Семенович, пять профессий, которые в ближайшие 10 лет исчезнут из нашей жизни? Это все, что связано с простой рутиной. Я не могу сейчас точно назвать прям конкретной профессией. Это большие проблемы будут в области продаж и продавцов. Это там, где заменят роботы, это низкоквалифицированный труд. Ну и кроме того, мы должны совершенно четко понимать, и я не совсем согласен с мнениями, которые часто звучат, что вот там сфера услуг развивается, а промышленности все меньше людей там занято. Это нормальное явление. В сфере производства, в сфере промышленности количество персонала людей будет сокращаться, потому что там роботизация, автоматизация идет наибольшими темпами. А вот на кого лучше учиться и какие профессии в будущем, ну, на кого лучше учиться и переучиваться людям, чтобы получить профессию, которая будет актуальная, высокооплачиваемая, ну, и точно не исчезнет в ближайшем будущем? Вы знаете, что бы я разделил? Вот не совсем бы вот переучиваться на профессию, ну, чуть попозже отвечу на этот вопрос, а чтобы быть на плаву, надо развивать свои надпрофессиональные компетенции. Вот что абсолютно в любой профессии, то есть внутри профессии тоже будет меняться содержание труда, просто внутри профессии возникают функции, которые требуют специальных компетенций. И почему сокращают? Это все равно высокие технологии. Совершенно верно. Поэтому IT, хотим мы или не хотим, нравится, не нравится, но компьютеризация настойчиво преследует нас. Но, тем не менее, вы очень правильно подняли вот эту актуальную задачу, это будет проблема для многих, переучивание, перехождение. Но здесь ничего страшного нет. Совершенно сразу скажу. Если раньше нам считалось, что мы можем, выбрав свою профессию и работаем на одном предприятии, там, 40 лет, это признак доблести, чести и славы, в рамках одной профессии, да, все нормально. Сейчас нормальным считается, когда человек в своей трудовой биографии меняет три профессии. Профессии. Это не внутри специальности. То есть он был медиком, стал строителем, а из строителя стал экономистом. Вполне возможно и такая траектория. Вот у меня в рамках исследования, у меня уже получается 311 кейсов. Я работаю с успешными людьми, ну, которые, и смотрю, как они развивались. Так вот, это подтверждает вот то, о чем я говорил, меняет три профессии. Таких примеров масса. Вот поэтому переучивание или переобучение для взрослых, это является сейчас основным трендом в сфере образования. В целом в мире, если взять, то обучается примерно 62% взрослых, ежегодно обучаются, ежегодно, подчеркиваю, обучаются. А сколько времени должно уходить у человека, вот взрослого, чтобы переучиться? Понятно, что это индивидуально, но есть какие-то средние? Есть рекомендации. То есть есть рекомендации, которые, ты правильно говоришь, что они, ну, как бы варьируются. Не хотелось бы, чтобы это было прямо сейчас жестко воспринято и так. Но один недельный курс обучения в год человек должен пройти. Более того, даже если человек работает в этой сфере, то есть такое понятие амортизация знаний. Ну, что-то мы забываем, что-то там новое возникает, что-то устаревает. Если раньше считалось, что амортизация это 10%, раньше это вот про эти 10%, это было исследование, российское исследование, институт социологии проводил в середине 80-х годов. Это было 10%. Забываем, устаревает. То сейчас показывает 33-35%. Представляете, ты, если не будешь развиваться, не будешь, ты через 3 года становишься просто лишним в рамках этого технологического процесса. Это не страшилки, это просто объективная реальность. Спасибо, Владимир Семенович. А я напомню о том, на кого учиться, какие профессии скоро устареют. Мы поговорили с доктором экономических наук, заведующим кафедрой экономики и управления человеческими ресурсами Омского государственного университета Владимиром Половинко.